Бог объясняет, почему мы должны быть твердыми и мужественными, очень мужественными. Потому что нас постоянно будет атаковать и атакует страх и ужас. Не страшись и не ужасайся, а страх и ужас, они атакуют нас. Вы знаете, есть в истории литературы несколько таких, ну как считается, загадок, что ли. Я вот не случайно упомянул Джонатана Свифта, его знаменитую книгу «Путешествие Гулливера», потому что одна из загадок литературы как раз находится в этой книге. И как раз вот эти ученые с этого летающего острова, у Джонатана Свифта написано, они открыли, что у планеты Марс существует два спутника, две звезды. Джонатан Свифт написал это за 150 лет до того, как ученые открыли, что у Марса действительно есть два спутника. Как называется, помните? Два спутника называются Фобос и Деймос. Страх и ужас. Почему? Ну это идет, конечно же, из античных мифов, да, из греческих мифов, когда у бога войны, у греков он назывался Арес, у него было два спутника, Фобос и Деймос. Страх и ужас. Эти два спутника всегда шли с богом войны. В римском варианте бог войны назывался Марс. И поэтому, естественно, у Марса два спутника. Фобос и Деймос. Что интересно, там у этих спутников, да, есть там один даже кратер, который так и называется, кратер Джонатана Свифта. в память о том, что он предсказал эти спутники до того, как их даже открыли. И на самом деле, драгоценное, вот всегда, когда есть некое противостояние, с этим противостоянием приходит страх и ужас. Приходят два спутника. Каждый раз, когда вот непростая ситуация какая-то, когда вот мы чувствуем, как я сказал, вот на этом, на изломе себя, вот ощущение на изломе, какие начинают в этот момент лезть всевозможные, пугающие нас мысли, начинают пугать. Я думаю, каждый может вспомнить много ситуаций. Я помню, когда мы вели переговоры по приобретению вот этого здания, там было несколько этапов переговоров и с финансистами, с банкирами. Я помню, мы когда шли, и был один момент, когда очень тяжелая была ситуация, и я вдруг почувствовал, что там мы говорили, кто-то сказал, пастор, я вот не буду участвовать, я не буду участвовать, я не буду участвовать. Несколько служителей в тот момент сказали, что они не могут участвовать. Я тогда помню, в такой ситуации было так трудно, и вы как будто меня оставляете в этот момент. Я помню, мы сидели, я понял, что там должны были быть переговоры, я хотел прийти большой командой, а люди отказались идти. Я помню, мы пошли туда вдвоем только, с Димой Смирных, с Дмитрием. Он один был тот, который до конца шел. И я помню, эти были сложные переговоры, и они были как бы уже финальные. Там тут нужно было все, уже как бы должна была быть поставлена точка. И они были очень трудными, очень тяжелыми. Мы там несколько часов были. И я помню, я вот сидел и думал, вот я сижу, и вот перед этими переговорами, дома у себя, сижу и думаю, вот завтра. И представляю лица этих финансистов, банки, эти встречи. И они такие все какие-то циничные, ты начинаешь делать какие-то духовные вещи, на тебя все косятся. Я вот сижу и чувствую, как вот страх начинает идти. И такие картины, что ничего не получится, ничего не удастся. Они случайно, люди отказались. Даже они там что-то не очень верят, что получится. А ты сейчас что-то, ну просто посмеются над тобой, но ничего не выйдет. И вот это начинают идти какие-то страхи, ужасы, страхи и ужасы. На изломе их больше всего. О, вокруг нас страх и ужас, страх и ужас. И тут ты вдруг начинаешь замечать, что ты боишься ничего-то реального, а ты боишься выдуманного. Ведь страх и ужас, это как будто две кисти, которыми тьма рисует нам ужасные картины. Все плохо, ничего не удастся, ничего не получится. Над тобой посмеются, ты провалишься, тебя не возьмут. Ничего не выйдет. Да кто ты такой? Да знаешь, сверчок свой шесток. И вот эти ужасные картины, и они такие реальные, что тебе кажется, что так и на самом деле будет. Хотя ведь это же не реальность. Это лишь фантазии напуганного нашего разума, правда же. И вот в этой ситуации Бог словно-словно еще раз говорит, только будь тверд и мужествен, не страшись. И не ужасайся. Там, где есть вот этот Марс, противостояние, борьба, битва, там всегда есть эти два спутника Фобос и Деймос. Всегда есть страх и ужас. Но Бог говорит, не обращай на них внимания. Будь мужественным, будь твердым, не обращай на них внимания. Я думаю, когда Иисус Гнавин слышал от Бога, что ты должен пойти и войти в обетованную землю, а он помнил, что Моисей-то, великий Моисей, учитель Моисея, не вошел, его не послушали, ему не доверили. А что про молодого-то говорить? Ничего не получится. И он вспоминал, когда к Моисею какие-то духовные вещи говорил, сколько ропота было, сколько недовольных было, сколько всяких кореев, дофанов и аверонов было, которые всегда готовы были атаковать Моисея. А это великий Моисей, который на Синае был, заповеди принес. Что ж со мной-то будет, не имеющим такого великого авторитета, не имеющим такого опыта? Я им буду говорить духовные вещи, и Слово Божие, так меня же разорвут. И вот этот фобос и демо, страх и ужас, словно нападают. И это, знаете, бывает, как будто сковывая человека. Человек, он даже двигаться начинает по-другому, когда боится. Когда он в ужасе, голова по-другому работает. Все по-другому работает. И вот в это время, вот услышать Слово от Бога. Будь тверд и мужествен.